так ребята всем привет значит немножко ремонте раз уж там все хотели о ремонте моего сатурна значит начал я все разбирать так подробностях я как бы так сильно не буду показывать потому как и руки грязные вот так я и рассказывал да для того чтобы снять голову придется снимать вот эту вот боковую плиту да вот здесь вот много много болтов видите сейчас двигатель я приподнял снимаем вот эту подушку боковую кстати подушка тоже оказалась подушка оказалась вся рваная вот она подушка видите как она вся на трещина вся рваная ее под замену на то есть сразу видно ролики тоже сто лет никто не менял подшипнички так видите как вот для моя резкость аж так проела и в подшипничках они немножко но это я еще посмотрю наверное под замену шумят немножко ролики значит что еще оказалось двигатель кстати перебирался и ремонтировался но ремонтировался некачественно по-американски то есть устраняю только ту проблему которая была в данный момент то есть не капиталка такая полноценный ремонт двигателя а ну по-американски они так любят то есть устраняют только то что есть клиент платит не хочет платить наверное так как правило даже у нас в беларуси и люди хоть и беднее но они понимают что лучше один раз дорого сделать и сделать хорошо вот и потом долго ездить но здесь такой другой принцип лишь бы ездила подделали опять гоняет а потом ее скинули и и все попали в минус ну и ладно главное решено на время решили проблему с передвижением потому что без машины никак даже в 50 жить в том гранит бэй вот я вот чем дальше в горы выезжаю от сакрамента там там проблема машины стоит очень остро полные дворы машин разных и на все случаи жизни у них есть машины потому что там вообще никак если еще здесь я могу выйти из положения без машины в центре недалеко от центра сакрамента то там дальше уже все беда без машины соответственно ну и ремонт халтура полная я еще не снял эту крышку что-то она болтается но не вот двигатель поэтому приподнят значит все сидит на герметике вот куда ни глянешь видите везде герметики все крышки все что можно даже болты вот я болты выкручивал которыми эта крышка крутится крепится да так алло видите все болты смазаны то есть обычно когда в алюминий вкручена его отжал и пошел быстренько крутить а здесь отжал и все равно крутишь крутишь и медленно потому что везде вот этот вот герметика не везде этого насыпали очень много вот этого герметика понимаете из-за этого вот реально намазали вот еще как бы лажа да смотрите помпа меченая они помпу она сейчас снизу подтекает через отверстие то есть я уже надо менять во первых она сидит на герметике сто процентов ее меняли эти ослы да и ставили бушную помпу помпа к этой машине стоит ну не знаю даже для меня на думаю будет недорого там не знаю 20 30 долларов выставьте американцы жмоты короче реально вообще вот поставили бушную помпу где-то с разборки сняли сняли короче вообще ужасно вот поэтому я немножко вложусь чем покупать новый двигатель по совету тех же американцев до которые тут меняют и меняют и все попадают они думают что они чем-то выигрывают на самом деле они каждый раз платят и платят еще больше они этого просто не замечают чем один раз сделать хорошо все посмотреть то есть я конечно супер капиталку делать не буду но все что обнаружил вот такое все заменю благо машина дешевая к ней все стоит дешево и даже если от ремонт станет мне там с учетом моей работы там пусть долларов 300 там ну это нормально это вполне нормально машина будет нормально и я всегда машины делаю так что мне потом нет разницы продавать или себе оставить они так что я сделал халтурку и лишь бы от нее избавиться да не продал ну и что буду съездить в семье есть кому ездить через полгода у ребенка права и старшему машину надо поэтому сделаем так чтобы можно было самим не стыдно было ездить на такой машине поэтому вот продолжаю я сейчас буду так вот кусочками вот эту плиту сниму и покажу вам что дальше значит что интересно значит генерал этот не откидывал компрессор кондиционера потому что посмотрел системе есть давление возможно кондиционер заправлен то есть проверяется легко вот этот вот откручиваете что цирочек до пластиковый и там и все как как в колесе такой чуть-чуть на него быстренько раз он давление до воздуха все иначе под давлением пока не буду трогать бывает что там давление остаточное тоже такое бывает но пока не буду трогать потому что даже если будет плоховато холодить у нас отдельно продаются маленькие емкости и можно чуть-чуть до заправить и будет нормально то что в калифорнии даже зимой нужен кондиционер потому что бывают очень жаркие дни даже зимой а вот днем очень жарко и кондиционер нужен всегда вот ну не очень жарко но но бывает жарко да поэтому я его только так вот открутил вот эти болты тут откручивается доступ везде нормальный кроме вот этой дурацкой плиты везде 1 раз откинул в сторонку бачки вот эти поснимал да вон они лежат бочки кстати тоже подтекает везде немножко все подтекает я там посмотрю соединение где-то на герметик поставлю а где-то буду заменять буду смотреть вот поэтому двигатель надо приподнимать обязательно комплект стать я посмотрел 40 долларов стоит комплект подушек да вот эту подушку уже показывал рваную да вот она лежит и к ней тут у двигателя еще несколько штук сейчас свет улучшится вот видите костылек такой где там вот этот вот вот тоже подушечка вот это и там еще одна по моему их четыре тут на двигатель 1 на коробке где вот такие вот вот как вот это тяга тяга вот это видеть такая вот и по моему стоит не помню 30 или 40 долларов 4 штуки по 10 долларов штучка опять же наверно поменяю потому что двигатель когда завожу он так друг ру колодь жестко да я в салоне на кузов все передавалось то есть это говорит о том что подушки уже изношены когда аж кузов так подтрясывает поэтому это тоже будет под замену ну пока так ладно продолжаю снимать буду дальше показывать так ну что ребят помпу снял скажу вам сразу что если тут не на прокладке если есть герметик то лучше помпу сразу снимать потому что вот там под помпой направляющая есть для вот этой вот плиты да вот я ее щас покажу вот она видите блестит направляющая вот это вот с резкость земная резкость а вот она вот это вот направляющая и с нее снять не очень неудобно то есть если было на прокладочке может бы она и съехала а с учетом того что все на герметике прилипшая очень очень сложно вот ну помпа как я вам и говорил но она увидите она помеченная я сразу заметил что она помечена ну и вот она текла видите через подшипник внутри вытекала уже то есть я там еще заметил снизу что смотрю все в таком ну вот помпа старая купили бы ушную помпу короче американцы как жматяги ладно копеечная деталь что интересно алюминий в машине странный я вот даже здесь смотрите он такой видите пористый может такой алюминий прикольный пористый такой как будто даже это и не алюминий на вот он такой везде я когда помпу снял его там тоже видите какой он прикольный весь как будто это будто из шариков такой сделан вот блок весь из такого алюминия ну я не специалист в материаловедении но интересный а вот эти детали другие уже из другого алюминия вот именно блок из такого странного вот я такого никогда не видел как из шариков сделан какой-то ну ладно значит после того как помпу сняли кстати помпу скажу еще кто будет снимать просто менять помпу сразу вам сделаю подсказку на такой машине да кио болтам по кругу она такая дурацкая имеет много много болтов но 1 2 3 6 болтов по кругу обычно помпу на трех болтах крепится потому что там она как бы немножко внутрь заходит резинка по кругу прижалась и все здесь другой принцип тут надо хорошо прокладку по кругу прожимать они сделали 6 болтов которым к нижним вообще не добраться крайне неудобно но чтобы к ним добираться и не мучиться лучше снимать шкив обычно шкив никогда не снимают но в данной помпе надо снимать шкив потому что без него к нижним болтам вообще доступ просто ужасно и неудобный хорошо что я мотор приподнял так не легче немножко а так знал бы сразу бы шкив снимал бы и все вы прекрасно открутилось очень вот видите машина вроде простая дешевая а процессы ремонтные трудоемкие вот это бывает такой минус в машинах посмотришь 4 цилиндра даже людям иногда уже когда знаешь и люди спрашивают сколько это стоит называешь цену да ты что в этой простой машине так дорого берешь а ну реально процессы трудоемкие да вот эту плиту снять голову откинуть вот этим выяснил я ее чуть-чуть там повесил я сюда не выниму через низ придется вынимать в общем вот я уже отвлекусь а все значит вот вот смотрите качество ремонта на показываю герметика столько на пудель и герметика до что он вовнутрь вылез вот таким вот как будто прокладка еще одна и цепь по герметику я в одном месте смотрел цепь прям по герметику ездила отвалился кусок представляете какой то смотрите внутри что делается а прямо прямо вот такие огромные вот куски внутри герметик офигеть вторая прокладка можно сказать алё давай думай камера вот вот такие вот огромные куски прям внутрь повыдавливались да то есть головой человек вообще который ремонтировал он головой вообще не думал прямо вот так вот такими гигантскими кусками вовнутрь представьте эти куски там в масляную систему попадались отколется а он хрупкий кстати вот он снаружи который вот здесь снаружи был да он мягенький он остался хорошим а которая часть его выдавилась вовнутрь и попала с маслом он стал твердый и хрупкий вот вот я сейчас достану да он реально прокладка он он стал твердый и хрупкий и он видите вот так вот очень легко раз и переламывается вот кусочку от сломался отвалился во внутрь двигателя да и забил где-то масляные каналы и вы попали на ремонт распредвала этих вкладышей короче везде где нужно масло у вас мастерное голодание в двигателе и вы попадаете вот на эти вот проблемы вот сейчас я посмотрю что они тут мне просто интересно что они тут делали ради чего они разбирали мотор я вот сейчас все это дело просмотрю вытяжку цепи проверю вот и посередине висит ой блин короче хоть ты поддон снимай посмотреть сколько там кашки всякой вот в общем вот такие нюансы сейчас натяжители посмотрю меня ли они натяжители или нет надо короче взять инструкцию вытяжку цепи посмотреть ну короче вот ремонт продолжается теперь мы значит зафиксируем цепь я уже выставил коленвал с распредвалом правильно значит здесь я его сейчас скручу проволочкой и откручу и сниму цепь вместе со звездочкой и после этого в принципе уже можно откручивать эту сторону откидывать что там лишнее приподнимать голову вот возможно я сразу сильно ее не буду откидывать я сначала подумаю как это сделать чуть-чуть если я увижу явный прогар покладки а может дальше не полезу вот а если не увижу то буду разбирать дальше ну все продолжаем ремонтить так парни откручиваю голову что интересно чему хотел это заснять потому что голова прикручена так как алюминиевый блок с небольшим усилием видите какой рычажок маленький всего лишь и смотрите вот так вот с очень небольшим усилием обычно я таким рычажком не могу голову сорвать надо применять очень такое мощное усилие а здесь так вообще здесь легко пошли не вижу вообще почти без усилия голова соответственно если голова вот так вот чуть-чуть сильнее так вроде все отжал ну вот практически голова будет снята сейчас надо будет смотреть каким усилием и наконец мне придется приобрести динаме динаметрический ключ пару раз уже нужен был как-то обходился обходился безменом не подумайте что на глаз вот делал ровно полметра в принципе по старинке но в америке когда уже здесь все доступно надо хороший ключик приобрести динамометрический тут кстати интересный прибор продается вот сюда вот ставим в квадрат вот такой вот приборчик электронный и сверху в него вставляется вороток и он электронным способом показывает вам усилие и очень таком широком диапазоне показывает 30 долларов стоит вот подумываю купить электронный или нет довольно прикольно так он не то что там на глаз это вот стрелочка вот хотя там тоже калибровка под вопросом потому что такая фирма продает питтсбург у них что-то есть хорошее а что-то нехорошее кто его знает правильно ли они все сделают ну ладно разбираю дальше буду снимать чтобы не тратить время ваше так ну что понимал так что-то не дает так ну что ребятки все выяснил сейчас я сниму камеру значит вот итог моей работы значит голову я только приподнял потому что я сразу обнаружил причину мне полегчало и не зря я не спешил ни с заменой двигателя ни с доставанием двигателя как тут советуют местные американизировавшиеся наши и американцы ну американцы понятно вот вот смотрите проблема что я предполагал видите четкий прогар прокладки между цилиндрами стабилизацию выключил окей видите стабилизация хорошо вот видите четкий прогар прокладки между цилиндрами вот она и проблема американцы девушки сказали что надо мотор капитались хана мотору нашим ребятам позвонил говорю компрессии нет тоже за мотор под замену а в принципе проблема банальная главное хорошая диагностика главное не спешить как я люблю по мере еще раз двадцать раз перепроверь да и тогда полезь и тогда оно намного легче если на первичном этапе я уже подозревал что прогар вот потому что и компрессометром перемерил и вакуумирование сделал смотрел как оно на вакууме работает и в общем я был близок к тому что что это прогар вот вот смотрите чуть-чуть шатка поршня а у меня руки тут трясутся вы не увидите почти нету да хотя нагар большой вот но в принципе шатки поршней почти нет а прогар вообще красавец просто да смотрите какой красавец четкий прогар гонял компрессию из цилиндра в цилиндр вот а мне тут ребята да ну голову перебирать клапана у них клапана часто выходят и все такое вот короче она и проблема да я даже дальше не буду стал отстегивать чтоб голову снимать в принципе не буду я сейчас там подложу на бруски ее поставлю чуть переподниму не охота мне дальше ничего разбирать вот вот тем более что мотор недавно делался я не знаю по какой причине прогар я кстати сейчас загляну еще в тучу а сверху алюминиевую что у нас там а там все хорошо но бывает что алюминий тоже там как бы надо голову перевернуть будет почистить все таки вот вот кстати камеры довольно чистые смотрите видите недавно да скорее всего что капиталка делалось потому что хотя компрессия небольшая для капиталки смотрите как внутри чистенько удивительно да двести тысяч пробега так не может быть на поршнях только чуть-чуть нагара есть и то немного вот довольно удивительно это все а поэтому короче я просто немножко почищу прокладка по внешнему виду свежая скорее всего что недавно делали хотя вот там вот охлаждайка немножко поела видите может она не свежая может я ошибаюсь красиво камера приближает да смотрите как снимает прям художественное видео сейчас стал снимать с новой камер вот причем стабилизация четкая вообще попробовал без стабилизации руки трясутся уже не приблизишь а вот стабилизация и вы прекрасно смотрите в хорошей резкости да вот смотрите какая детализация так все прекрасно ну вот вот такой вот ремонтик значит сейчас все еще раз дефектую еще раз заглядываю еще раз заглядываю во все щели значит дефектую меняю то что обнаружил заказываю можно заказать на ebay а может посмотрю если разница не если разница небольшая у меня кстати часто спрашивают а где ты берешь запчасти ребята заказываю на ebay в основном но автозон всегда дороже да ну тут местные спрашивают они в автозоне покупают но мне автозон не нравится цены высоковатые аралии аралии примерно некоторые запчасти разница если в пару долларов я еду в аралии покупаю поехал и купил а если если уже разница там десятка то уже лучше подождать на ebay купить вот все зависит от того насколько вам срочно все это надо видите фильтрик новый она купила вот ну в общем то и вся проблема показывать тут уже я уже вроде как все поснимал ну заснял что надо да то есть агрегаты так небольшие там кондей насос отбросил гидроусилитель отбросил вот с плитой этой много возни с плитой не было бы плиты было бы вообще просто чудненько вот но в плиту встроен я так понимаю плиту они такую делали потому что в нее встроен насос масляный видите если вам придется менять насос масляный то он встроен вот сюда в плиту блин капаю масло вот поэтому 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 я только сейчас куплю что я куплю помпу куплю вот цепь вытяжка еще небольшая нормально походит все это возможно она менялась там сколько-то тысяч назад я не знаю обойдусь короче малой кровью с ремонтом этой машинки все и будем ездить так все ребят всем пока всем удачи смотрите канал в рода ченнел подписывайтесь камни д все все это правильно